Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Хочу вам сказать, что со временем я свой канал переименую. Будет звучать как-то по-другому. А пока слушайте сказку. Называется она «Цыпленок и утенок». Сели удобно, и я начинаю. Вылупился из яйца утенок. Я вылупился, сказал он. Я тоже, сказал цыпленок. Я хочу с тобой дружить, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я иду гулять, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я рою ямку, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я нашел червяка, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я поймал бабочку, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я не боюсь лягушку, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я хочу купаться, сказал утенок. Я тоже, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я иду еще купаться, сказал утенок. Цыпленок, сказал утенок, сказал утенок. А я нет, сказал цыпленок. 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 Ребята, это поучительная история. Вам должна о чем-то говорить. О чем она говорит? Верно. Верно. Если ты не рожден плавать, значит тебе опасно лезть в воду. А кто рожден плавать, тот может плавать. Это, конечно, утеночек. Посмотрите, какие у утеночка лапки с перепонками, прямо как ласты. И тельцы у него похожи на лодочку, и клевик у него приспособленный, чтобы набирать водички в рот и там ее пропускать, наверное, выискивать что-то полезное для себя. Какие-нибудь водоросли или ряску на пруду. А цыпленочек? Ну, что может цыпленочек? Да, он может лапками хорошо землю рыть. Кого там он может искать? Червячка. Да. И опять же, ну, своими лапками, сколько я раз не видела в жизни, но никогда утенок не может делать ямку какую-нибудь. А вот клювиком, да, клювиком он может прорыть что-нибудь, какую-нибудь дорожку. А что еще цыпленок может? Ну, вы знаете, если он вырастет большой курицей, например, или петушком станет, когда у него крылышки станут крепкими и все. Если он весь уберется в перышки, станет взрослой птицей, то, честное слово, он даже может немножко подлететь. Кстати, про уток. Утки тоже могут очень даже дикие хорошо летать. Поэтому утки, получается, что они могут и летать, и могут и плавать. Зато цыпленочек умеет своим клювиком тоже выковыривать что-нибудь, доставать. Ну, если хозяйка насыпет ему зернышек, то он очень прекрасно сможет своим клювиком подбирать зернышки. Ну, ребята, вы знаете, если утята маленькие, то хозяйка их точно так же самостоятельно подкармливает, как и цыпляток. Ну, чем похожи у нас цыпленок и утенок? Верно, вы говорите, что у них тельцы одинакового цвета, желтенького, но только клювики разные, да? А еще, что вы можете сказать про шею у цыпленка и про шею у утенка? Верно, они разные. У утенка шейка длинненькая, а у цыпленочка пока коротенькая. А когда она станет длинная? Верно, когда цыпленочек превратится во взрослую птицу, тогда потихонечку у него будет и шейка удлиняться. А пока он маленький, он прям такой, прям как колобочек пушистенький. А почему он утонул? Вам понятно, почему утонул? Верно, потому что на лапках у него нету перепонок. И его тельце не приспособлено для плавания в водичке. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Да, человек может научиться плавать. И очень хорошо. Для этого нужен бассейн или какой-нибудь водоем. Вот я впервые хотела сказать про водоем, про речку. Это хорошо, что мы умеем рассуждать и слушать. Кто слушал, молодец, потому что нашей истории про цыпленка и утенка конец. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! Не забудьте нажимать на колокольчик.